Всем привет! У меня есть 5 минут и меня осенило. Что я никогда себе не позволю сделать на всеобщее обозрение? Почему мне об этом не рассказать? Что я никогда не позволю себе? Я никогда не позволю себе снимать ролики, где я в неглиже, либо же я позирую в купальнике специально, либо же я демонстрирую какие-то эротические моменты на видео, потому как очень сейчас часто попадаются в рекомендациях, что на Дзен, что на Ютуб, такого характера и плана ролики. Ну, некоторые моменты даже на молодежь посмотришь, не очень это приятно. Везде голые попы, голые сисьи, А уж когда женщина, перевалившая возраст, хоть она, конечно, и накладывает фильтры, ну, 55 плюс, 60, и она всё время там показывает какие-то чулочки, и, скажем так, движения уже достаточно скованные и не пластичные, то это смотрится, наверное, скорее всего, неприятно. Вот чего бы я себе этого, ну, не позволила бы этого. Потому что всё-таки молодым у нас всегда дорога. Пусть молодёжь занимается подобным действом, да, и на них всё же поприятнее смотреть. Мне нравится, к примеру, женщина одна, она возраста годов 55, но она настолько пластичная и грациозная, видимо, она всю жизнь занималась спортом, так что фору даст любой молодой девчонке. Но она в купальниках ни в каких не скачет, она ведёт йогу, и вот она там демонстрирует свою пластику и свою грацию. Вот на это смотреть красиво. Что скажу, есть и женщина на дзен, на ютубе её никогда не видела, но попадалась периодически. У неё весь контент основан на демонстрации себя в купальном костюме. 56 плюс. Мне не заходит. Я такое стараюсь не смотреть. Неприятно. Ну, как вот, например, никому-то неприятно, что я сижу и лопаю на камеру. Так вот мне неприятно смотреть. Но это не моё дело, я себе этого не позволю. Может, кто-то жрать на камеру себе не может позволить, а я могу. Но это что для меня касаемо. А уж люди другие, как хотят. Женщина есть ещё одна тоже. Ей, по-моему, 60 годов, но это вот что-то в купальнике, что это. И вот у неё именно контент на этом основан. Всё время какие-то сексуальные подтексты. Всё время какая-то основополагающая мужчина. Мужчина, вот эти чулки, вот эти халаты шёлковые, вот везде в них выплясывание. А с возрастом человек, ну, мы кальцинируемся, так скажем, да? И движения получаются скабрезные, такие уже ограниченные, как будто бы со стороны это так выглядит. Если ты в молодости вся такая, вот раз такая, и себя там крутишь, а это всё получается как будто... Вот так вот, да? И это выглядит смешно. Вот этого я себе не позволю. Ну, можно, конечно, потанцевать. Там женщины есть 50-50 плюс тоже. Они там танцуют шаффл. Блин, вот молодцы, классно. Очень красиво. И особенно получается. У меня шаффл не получается. Мне вообще прыгать нельзя. У меня там декомпрессия такая. Мне нельзя на позвоночник. Нет, я даже учиться не буду. Может быть, это вообще не моё. Ну, наверное, научилась бы, если бы смогла. Эта лёгкость была бы во мне. Но я лёгкости в себе как-то не ощущаю по-то последнее время. Хоть и я достаточно много занимаюсь в плане растяжки. У меня есть это. Каждое утро, каждый день бывает у меня занятие. Иногда там, конечно, забрасываю. Но я стараюсь всё-таки себя в робот вербер не превращать. Чтоб вот я ещё себе не позволила. Ну, не знаю. Наверное, прилюдно не позволила бы себе рассказывать какие-то очень личные внутрисемейные истории. Вот, наверное, вот этого бы себе не позволила. Личное. Это всегда должно быть личное. Особенно интимное. Кто-то вам свою интимную жизнь выкладывает. на всеобщее обозрение. И ещё хочу сказать. Вот есть такие пары, которым уже тоже под 60-е они выкладывают свою личную жизнь. Как бы там танцуя, целуясь, в неглиже, в купальных костюмах. Да, довольно выглядит как-то неприятно для меня, на мой взгляд, опять же. Вот этого бы я никогда не позволяла. Как бы, да, вот если мы смотрим художественные поцелуи в кино, это одно. А когда мы смотрим облизывание возрастных людей на камеру, это другое, скорее всего, да. Вот. Есть люди, которые выставляют свою жизнь на показ, но у них это выходит как-то гармонично, и они вот под это заточены. И они прикладывают какие-то максимум усилия, да, монтируя вот эти записи. А есть люди, вот, которые просто снял их кто-то, или они там себя сняли на видео, что-то там покривлялись, поцеловались на камеру, там, да, идёт она по песку, когда её ноги-то еле держат, но целоваться... Нет, вот этого я бы себе тоже никогда не позволила. Люди могут, конечно, жить, как они хотят, но этого для меня нет. А вот. Ну и, по-моему, даже вот всё, наверное. Никаких, конечно же, себе вольностей особых я не позволяю, не собираюсь позволять, как в повседневной жизни, так и тем более на общее обозрение простору интернет. Нет. Во-первых, понятное дело, наши дети нас смотрят. Ну, это утрировано, наши дети, да, и какая-нибудь молодая девчонка скажет, что бабка там куда вылезла. Нет, не хочу такого, чтобы приписывали какое-то полоумие. Так что вот, и не нужно мне сейчас говорить, что занимаетесь своей жизнью, и нечего никого осуждать. Я никого не осуждаю. Это абсолютно точно знаю. если вы считаете, что это осуждение, то это ваше право. Так думайте. Мне об этом писать, пожалуйста, не надо. До встречи в новых видео. ТД. Субтитры сделал DimaTorzok